Шахтер сенсационно разгромил РБ Лейпциг на старте Лиги чемпионов. С крупной выездной победы над немецким РБ Лейпциг начал турнирный путь в Лиге чемпионов 2022-23 Донецкий шахтер. Детальнее о поединке в отчете РБК Украина. Лига чемпионов, групповой этап, первый тур. Группа Ф, РБ, Лейпциг, Шахтер 1-4. Галы, Симакан 57, Швед 16-58, Мудрик 76, Траре 85. Матч на Редбул-арене начался в спокойном темпе. Несмотря на ожидания, красные быки не бросились вперед для реализации сценария с быстрым мячом. Взамен команда. Доминика Тедеско заняла выжидательную позицию и позволила горнякам показать себя. Шахтер первым заработал угловой, но использовать стандарт не сумел из-за слаженной игры линии обороны хозяев. РБ Лейпциг ответил полумоментом Нкунку после прострела Силвы, Трубин справился с ударом в ближнем углу. А на 16-й минуте Шахтер неожиданно повел в счете. Гулычи далеко вышел из ворот, чтобы помочь организовать атаку партнерам. Но получив пас от защитника, опытный, кипер занервничал и под прессингом шведа потерял мяч, а украинец хладнокровно отправил сферу в сетку 0-1. Пропущенный мяч встряхнул Лейпциг. Саксонцы усилили давление и начали проводить на половине поля горняков еще больше игрового времени. Однако территориальное преимущество красных быков не принесло им никаких дивидендов. К концу первой половины хозяева не создали реальной возможности забить. На старте второго тайма РБ Лейпциг заработал. Перспективный стандарт перед полукругом штрафной площадки горняков. Но Сабаслай прямым ударом со штрафного пробил над перекладиной ворот Трубина. А еще через несколько минут немецкий Грант забил. Это Симакан качественно подключился к атаке красных быков, получил передачу того же Сабаслая на правом углу штрафной и мощно пробил над голкипером в ближний угол. Однако радость фанатов на Редбул-арене была недолгой. Уже после ответной атаки Шахтер снова повел. Текст озвучен с помощью Яндекс Спич Кит. Вще? Лейпциг снова полетел вперед, но к действительно опасным моментам создать не смог. Зато пропустил третий раз в контратаке. Судаков передачей с правого фланга запустил на свидание с гулачами Мудрика, и Вингер, мощным ударом левой, попал прямо в нижний угол. Дальше больше. Красные быки снова побежали отыгрываться, но их хватило лишь на неточный удар Лаймера из пределов штрафной после навеса Симакана. В свою очередь Шахтер забил еще раз после молниеносного. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Выпада с участием Конопли, Мудрика и Троре, завершающим ударом с линии вратарской 1-4. Оправиться от такого шока саксонцы уже не сумели. Не помогли и четыре добавленных арбитрам минуты. Очевидно, к утру РБ Лейпциг окажется не только в тяжелом похмелье, но и без главного тренера. Такого провала на старте сезона Тедеско не простят. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Продолжение следует...